когда ты сейчас особенно мотаешься по странам россия китай россия китай и опять же да это жесть просто не просто и потом ты просто приезжаешь на экселент москву кап тебе там мозг выбивает ты такой понимаешь ну все нормально я думаю больше этого не будет и ты приезжаешь на улица и понимаешь все это это конец ну и как же без паузы мы без нее не можем такая чисто пауза чтобы мы с тобой поговорили о паузах чтобы ты поговорил о паузах которые всех раздражают пауза от команды компас гейминг нажимаем 1 минута это как это смотри пупей пауза не рисует какие-то планы капканы тут это как в пабах обычно любят покупают топорик и начинаешь короче у деревьев проходить и потом до бац к сопернику на базу и помню в первой доте было актуально о давай знаешь на что посмотрим на модный сет спектры посмотри из нового сундука да слушай неплохой такой прям почти дазл в перьях но вообще конечно мы можем воспользоваться этой паузой чтобы представить кто на ком играет да вполне бери свою любимую команду представляю спасибо спасибо но тут на самом деле без сюрпризов и я уже тысячу раз об этом говорила что лил будет играть на sky маги габлакс играет на баратруме фобос пойдет в хард своим любимым паком или дан будет фармить на антимаги не менее любимым своем и скандал отправиться в мид на магнусе да и команда копас гейминг горец на битрайдере года у нас будет играть на шейкере psm на рубике артес нас викторий афа-ниндж у нас играет на брюмастере вот как то так у нас получается данные пики ну ребята давайте игру вот если бы еще стрим работал я бы сказал бы ладно да давайте спаузами потому что у нас там классный договор но по-моему наш договор аннулируется потому что стрим просто не работает было бы а есть с кем обсудить эту тему потому что было бы круто может на альтернативной платформе запустить стрим потому что люди то хотят посмотреть я вот не знаю поверишь не поверишь я много раз предлагал давайте я сделаю трансляцию на твич просто параллельно и как бы из-за того что у нас контракт с his face они просто могут не выплатить деньги нам поэтому у нас все серьезно очень на это понятно эти стежки производства но серьезные условия ну вот да как бы сейчас все пишут вк типа где стрим я бы с радостью ребят но не могу скоп наручниках ну да не то что так стрим стрим ура стрим живет по моему да боже по моему сейчас я сейчас я ну-ка ладно самом деле я несмотря на все технические неполадки я с большим теплом отношусь к этой платформе есть fx спасибо большое любое не просто смысле что не на портал развивается то есть мы все понимаем бывает так сказать через пару месяцев наберутся опыта пофиксит просто у меня был очень долгий перерыв я ничего не комментировал и то есть просто катал в папчик я в жду там ну все нормально там надо за двору поставить платформе если эксцент что ты как-то смотрю без изменений солнышки на карте появляются солнышки ли да и тучки просто ты вот делаешь что хочешь называется о господи посмотри запомним роспись афонина и подделаем ее подпись кстати можно в какой-то степени сказать что принципиальный матч для попалары для афонина потому что когда-то в далекие времена нам везет мы играем именно команда именно на фоне был мидером команды и какой-то момент было принято решение с ним расстаться его заменил скандал давание у нас летает по командам и сейчас фил райзер холл что-то понятно тоже творится да сейчас вообще непонятные процессы происходят с командой это еще этой цветочки вот скоро будет жестко вот скоро будет жесть я отвечаю когда там всякие хеллрейзер сменяют составы и компас гейминг это мелочи жизни сейчас будет такое такое никто не идет живым просто я обещаю ну да говорили же обсуждали эту тему что еще до зимы наверно подумать с пиками потом после зимы уже там крайний срок будет так сказать готовится и репетируется к интернешнл кстати ты же вроде рассказал что планирован интернешнл слетать и чего не вышло так не подожди я это рассказывала после того как чуть-чуть во время интернешнл рассказывала что хотела но нет ну понимаешь не пошла не поехала слетать туда туристом я успею всегда хотелось бы быть не туристом потому что я сейчас туристом езжу на кучу ланов и я тебе честно признаюсь это скучно может кому-то весело там посидеть повтыкать там за спинами у игроков и коктейль какую-нибудь попить а мне нет мне не весело чувствую себя как у тебя бесполезно и все равно вот этом езжу на ланы и там на том же тримхаке я просто взялась и полностью функции там менеджера тех же инвимай потому что именно потому что невозможно сидеть без дела я вот так устроена что мне это трудно видишь даже даже вечер даже вечер вторника я вот не смогла не найти себе дело и вместо того что просто попсить игрой я сказала а гос а кастить потому что я не могу здесь смотри проблемы смогут быть у нас или да ну у него очень скат не вкачан гастаки скилл но я думаю это будет блинки и блинка вот отсюда обеспечен до поставим уже ревелиться и слушай или даже джазовой походкой даже не вкачивай блинку ходит просто он чувствует себя как дома на своей территории и неважно что у тебя просто пятеро игроков команды компас гейминг проходит за спиной да на самом деле много кто хочет летать на интернешн хотя бы ну не в роли кого-то а вот просто но хотя поездка все-таки тоже дорогая потому что ну я вот смотрел по нашу цену полторы тысячи евро то есть там билет 500 евро ну нормальный конь там vip вот и самолеты я там вообще молчу у них по 600 евро билет туда-обратно вот это нечто ну зато это эмоции на всю жизнь до скопление всех игроков в одном месте и думаешь обсудим потому что мы тоже еще сказать по этому поводу короче провести глубокий анализ смысл поездки на интернешнл но пока давай посмотрим что происходит доте до противостояния на меду скандал против фа-нинджи я думаю все таки бирмастер будет себя чувствовать здесь как-то поувереннее потому что у него есть те же миссии которых мы не будем забывать ну и что на топе фобус против псм и арт с и третий герой у нас команды компас гейминг будет просто стоять и что-то делать в лесу нам будет просто срадаться иллюзией тоже неплохо отличный план я думаю будет с таками заниматься здесь либо трайдера но что-то как-то не получается немного пока да иллюзия портит жизнь лил потеет просто так ну и гоблок пока что самый удивительный гоблок не просто же готов к всему кстати интересный вас стоит в лесу от команды компас гейминг он что-то ничего не блочит ну ладно зато тут много вижена и скорее всего не будет задеваржен хотя знаю я один дефолтный синтри который его ломает ну а команда вопалар не заворачивается по этому поводу у спорта в центре вардов нет поэтому можно хоть где оставить варды да по крайней мере открытый спот и в принципе я думаю тут сэма никаких проблем нету и что гоблок руна регенерации давай гоблок мы верим тебе первый выезд так не желает с ним встречаться или же нет смотри такой нет это море ген ты не туда зашел парень но они ничего не могут сделать был был велил второй левел мог бы отдать слово возможно что-то вышло бы но здесь только петухов кидает а гоблок то не бэкает он не отчаивается он берет новый разгон нет не берет а тут уже куда он может встретить и что фиссурочка закрывает он отлично двоих а зря битрайдер регрессирует на гоблока у него уже есть чардж но про четыре знака на гоблоке но это не останавливает он прям по огню бежит за битрайдером но битрайдер без проблем спускается на лоу-клуб очень больно ему и прогоняет у него флейнера домой агрессивно не сыграли так мы за гоблоком гуддам не знаешь с этой новой карты с этой тропиночкой она хороша не только для оффлейнер но и для всех кто за ним чейдится да и для саппорта кстати стало более-менее удобнее то есть можно поставить тот же вард вот здесь и ты потом просто как-нибудь отсюда уйти или поставили тот же ты паузе то есть уже не надо вот так вот идти через товар все это то есть был все-таки как-то сделали более ну расширили свободу 5 изначально это все продумывал для того чтобы облегчить жизнь у флейнера но игру легче стало на самом деле всем вообще всем и врагам и тебе и твоим суппортом и вражеским суппортом просто так на топе фобос имеет 15 на 5 крипстат и как бы сам что удивительно он гоняет спектру то есть стоит принципе спектрой асиорс или руби которая делает по кд по кулдауну стаки и как бы спектра тут без какого-либо хила пытаются это формить своим амгрейджным щитком в общем суть такого что фобос чувствуете как как дома если мы с тобой сейчас откроем таблицу ласт хитов то увидим то что лидирующие позиции занимают рекор героя команды попала на первом месте лида на втором скандала на третьем фобос то есть фактически не перепарливают всех своих абонент оппонентов на всех линиях долине выигрываем выигрывать они нормально не поспоришь так ну что будут ли какие-то выездки на кого-то подсмоками принципе у команды polar с этим проблем должны особо не должно быть потому что есть как таковые нюкеры все-таки sky mac и благе кричит додосы можно в доту поиграть слишком странно я у тебя тимак это играть крипов побить симулятор такой фарма чем заключается просто игра антимага ты стоишь пьешь крипов минут 15-20 а потом уже если расклад получается нормально ты уже бьешь лица но это как пойдет ты дождь додос как там помню фаник писал славься китай додос все дела реально затрагивает просто за душу кстати что насчет лам финалов в этом сезоне для ярд фестиваля в этом сезоне жили них не будет просто нас пока так сказать нам очень пока у нас не решаться проблем со стримами у нас ничего быть не может потому что у нас вся прибыль идет чисто за счет стримов как только проблема решается и если что-то делать своим сайтом у нас она набирается более-менее какая-то сумма и мы уже что-то начинаем планировать как бы я сам с радостью ты знаешь я так ждала ланы в питере так долго ждала его что в итоге уезжаю из питера ну от питера до от москвы нет но суть в том что если все-таки будет ланверти фестивале смотри горе с проблемы залетает на него глобок сразу сюда делается т.п. и что куда он принципе своим уже присутствием появлением уже отпугивает команду на нога рец без маны как бы на 1 пальму это что ты можете накапать но или дан дает о себе знать появляется него колечко уже регена проблем особо как таковых нету ну на миду тоже могу себя неплохо чувствует имеет он уже на руках 90 960 голды и афанин же тем временем тоже далеко от него не отстаёт ну да посмотрел он наконец-то сместил фобоса теперь уже на третьем месте находится мидер команды компас гейминг собрался собрался такой понял что это не дело что флейнер больше меня имеет надо браться за ум в принципе керри команды компас гейминг подумал то же самое видимо потому что буквально на глазах он тоже вытесняет фобоса уже на пятую строчку так фобос на топе просидят он сильно пхп должен его робик цеплять есть телекинез и еще тысячи моббук остаётся пппс и пфрс бладбе возможно стоило попытаться отбиться я не знаю рп тратит скандал и он пытается убить здесь спектру отлично шоквейв по двоим дает под очень таким оригинальным углом и неужели спектра выживает я думал больше потенциал шоквейвом зацепить но он ошибается и он ловит и они там отличный типа просто права отличный крат ортеса развели на теперь за или на рп да потрясающе ну и пауза опять видимо лаки у команды я не знаю класс бывает бывает смотри зато у нас есть отличный спейс для того чтобы поговорить про интернешнл space created спасибо большое игрокам компас гейминг за созданное пространство я уже забыла на самом деле на чем мы с тобой остановились плюсы и минусы поездки почему мы там можно сидеть почему они кстати еще помимо интернешнл скоро будет янчопинг то есть турнир общедоступны и как бы на него может принципе любое желающее ну как сказать любое желающее не знаю как для вас россиянинов но лично мне сесть просто на паром есть так сказать туда особо проблем не составляет я кстати думал о том чтобы добраться до шлеции по воде мне очень соблазнял один знакомый мой он очень не любит летать и он постоянно добирается на всякие дримхаки в общем тоже из питера добирается ски дримхаки плав средствами я прям подумала может тоже попробовать каково ну по воде приплыть просто как я не знаю ну это реально классно я просто много куда плавал и вообще типа ты во первых чувствуешь себя довольно комфортно они как самолете ты не знаю ты летишь не долетишь там не встать ничего ну там да окей когда уже высоту набираешь можно принципе делать что надо вот ну а так ты ходишь и поесть можешь нормально и поиграть и погулять и там пообщаться и вообще что город то есть все-таки паром это как вот слушай можно интернешнл тоже по воде от добраться надо до до самого интернешнл правда светло на пароме а что прикинь просто почувствовать себя героем истории про титаник ну без смысле в смысле без этого вот финала но просто атлантическ ну переплыть атлантику мне кажется очень круто так желательно это не зимой делать чтобы не было всяких скал так далее не но в любом случае это был бы интересный экспириенс интернешнл сам по себе интересный экспириенс неважно как ты добираешься туда но мне кажется это круто это способ я не знаю если ты поклонник доты я считаю что ты должен побывать там потому что когда-то через много лет когда ты уже не будешь увлекаться киберспортом тебе будет что вспомнить в любом случае да вообще на самом деле это реально классная тема потому что многие хотят просто допустим прийти там пофоткаться с кем-то ну допустим вот когда ты был на excelent moscow cup с тобой вообще кто-то пофоткался ну так много желающих было или нет нет со мной немного но не были но их было мало раньше вот я знаешь поняла что вот мой пик популярности он пришелся на то время когда я с версута играла я помню в тот момент приехала на тех лапс и я вышла из гримёрки просто прошлась по залу вот это было в этом в стадиум лайве я просто такая выхожу и просто пройтись что там на тех лапсе посмотреть происходит и меня просто окружали люди они сами делали сэлфи они просили автографы сейчас такого нет было уже очень давно зато есть вспомнить не забыли да уже но я особо не страдаю на самом деле потому что как и говорила я предпочитаю не праздно шататься по ивентам я предпочитаю заниматься каким-то делом если ты занят делом это конечно очень отвлекает да ну сейчас много чего будет интересно тот же старладок будет скоро уже помощь 20 по 24 да да или с 22 по 24 часто только дота там куда есть только 4 дня идти много по идее короче он должен быть вот я не уверена но и в раздумьях ехать не страла дарвине не знаю есть не жалей но блин согласись лучше съесть слетает туда или там все каком удобнее чем посидеть дома и блин поставали так типа атмосфера нормальная наверное не поспорить все равно видишь меня мучает совесть если я еду просто так если еду не работать вот я думаю что можно договориться да можно но это уже такие сдержки производства как там стрим поживает он работает вообще стрим сейчас я тебе скажу ща 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 вот блин когда стрим на twitch сразу пока сколько какая у тебя аудитория сейчас такого нет к сожалению сейчас у меня сайт если их не загрузится то он мертв нас смотрит около сотни на вот тебе по крайней мере хоть кто-то ой слушай а я могу включить читать чат то который знаешь зрительский нет но если зайдешь со второго аккаунта то слушай не да мне не настолько интересно что про меня думать что заходить со второго аккаунта ну и пауза 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 блин ты доз реально он просто распространяется неумоверной скоростью силой так точно назвать и блин я чую вот не интересно будет на стреладере будут ли так как-то с этим бороться потому что пони в лап что обсуждал на стримах и принц у них тоже есть какие-то заготовки под это немного обсуждали тот же all-stars матч так нас команды сейчас за спами друг друг по-моему сайт тихоньку кожу чуть-чуть ну смотрим но мы-то не смотрим главное вы смотрите у нас тоже нормально первые места ну же давай живи это как в пабе когда кто-то льва это спрашивать типа чей друг информация зайдет не зайдет да-да-да реально ощущения такие я прекрасно понимаю игроков потому что это это треш реально заходишь поиграть в доту вместо этого ты ждешь часами непонятно чего вернее как если по крайней мере знаешь чего ты ждешь тебе как-то полегче живется но тут ты даже не знаешь вот им писи стандартная отмазка но и за тише перед бурей передам нас дал решил пойти сначала через пт ну и принципе что у спектры то это все плохо по спектре файзы и щиток ну что игра наконец таки начинает продлеваться и смотри выездка от габлака на топ он летит у нас он летел за крипом просто что переместиться сюда и быть если что в теме в деле да при этом у нас мигают прям так сказать спамят этого рубика может быть будет какая-то выездка на него ну что скандал стоит на топе поместился он с мидом ну и нет у него рпшки рпшка бесславно была потрачена на спектру который сделал тэп аут да ха 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 че ты изи как-то посмотри тут шейкер пингует куда-то в сторону скандала говорит давай убивать а скаланку нет спасибо я в мид да ну и битрайдер тоже наконец-таки сместился с харда в лес да есть у него тут стахи ну и я думаю билдагер появится ему лучше на 10-11 сейчас посмотрим насколько успешно будет реализация тупенька надеюсь как не реверс полярити так мы тут уже респами друг друга это особо как таковых выездок нету особо купите смоки загангайте сделать экшен на первой минуте мы просто в чат начнем это писать так ребят давайте купите смоки такие чистые коучи знаешь да смотри мы тут разговариваем горятся проблемы да это отлично прерывают чардж в каблаку культу и спектра и каблак не уходит скорее всего отсюда его замедляют да это минус в ратрум да он будет пытаться отдаться но к сожалению не получилось это уже второй фраг для команды компас гейминг и первый тавр для или дана личный тавр ну видишь я конечно гляну графики как ни странно при том что киллит все на стороне компас гейминг но вот эта вышка и вот этот стабильный фарм они дают преимущество по голде команде в п па лар у них уже более двух тысяч перефарма да кстати горится у нас видели у его стаков тут что ты фобос на него спамил и что будет ли какая-то помощь да спалили его стаки в принципе должны их зафармливать легким движением руки скандалы фобос просто по-братски делят спаун который так любовный суппорт и отводили до своего бэтрайдера бывает бывает тот самый момент когда ты фармишь допустим энчетных тинкеров ну еще типа в прошлом патче и тут приходит минер там или вообще кто угодно просто ставит мины и взрывает всех энчетных ты такой думаешь типа чувак это так не честно ну знаешь ладно какой-нибудь тинкер который без проблем всю игру там их пулит и фармит о смотри тут разгон делает каблак в миде на шейкер тут же ставится дремкоил его без труда забирает команда в па лар да так вот ответочка понимаешь в чем дело это кстати первый фраг для в па лар но гораздо более жесткие эмоции ты испытываешь когда на каком-нибудь суппорте в каком-нибудь затрипанном паблике ты делаешь стаки для своих кор героев и думаешь ох какая я молодец а потом приходит эними и фармит их и да и ты все равно говоришь ох какая я молодец только все в другом смысле это боль это реально боль это та боль которую наверное сейчас испытали в суппорте команды компас гейминг просто хочется взять и ливнуть с игры да и больше никогда никому не стакать и я каждый раз говорю я никогда не буду стакать больше да принципе после этого инцидента так сказать на данных стаках разбили все-таки варт ну и я думаю теперь битрайдер может быть продолжат заниматься своим заняту решила просто сместиться на бот понял что в лесу особо халявы не будет это не папа на 3к мр ну или да он имеет он уже персик пт и 1300 на руках блин все таки бафе это будет довольно таки быстро но спитрить тем временем только 1700 на руках да скорее всего это будет радианс наверное я думаю да ну ты знаешь я очень скептически отношусь к этому выбору потому что команда не в том положении вот или дано дает легко спокойно фармить вообще без проблем ну да почти о посмотри как агрессивно они на него врываются тратить спектра ультимейт очень больно здесь фобосу но у него есть лимфойл он его ставит и тут же получает лассо в лицо тут нужен какой-то телепорт нужна какая-то помощь нужна рпс скандал алё но скандал неспешно идет на базу за своим блинком да но не стп из блинк дайвера но все-таки они будут как-то дэвить эту вышку не понятное дело потенциал для дэв у них сейчас есть но вот после этого тренировка очень хотят здесь что-то увидеть потому что очень хорошо встали герои в теле летит скандалу это будет блинк рп однозначно отлично четырех героев он стягивает подвозит это даблкил для скандала триплкилл нет отпускает он бэтрайдера избирает или дан панда раскладывается и но я думаю панда не уходит отсюда как и рубик сейчас по идее будет встречать ее команду пополар дал станем поля аут или да у нас нового подняли ну кобок тоже даже не забирать не уходит панда как я предсказала шейкер гудал отличная фиссура пытается заселить своего бюро мастера я думаю это еще не конец по-моему очень много выносит из драки магнус здесь так ну и фатерик по 3 кап 1100 в пользу команды в б поляр 3-100 головы потеряли компас гейминг ну и тут в принципе тим вайп так неплохо был продуман портес отместился на мид купил он себе брейсер все-таки понял что героем довольно-таки тонкий на ранних левелах так и фобос и кресильничать сюда подходит скандал и ставится дремку и легкий фраг это он умудряет все за миск расстанет за бажей давай урнут вешай на себя нет нет он предпочитает повесить тюрну на афонин погибает здесь возможно не стоило так агрессивно играть панде без ультимейта забирает шокуэй фрубик и возможно тренину скандал у него стрикто нормальный кстати между нами очень очень много голки может сейчас рубить с него да посмотри все-таки умирает магнус да это все не заканчивается еще и все-таки спектра тоже через ультимативно способен забирает кого-то ну и что или дал о хпшным по крайней мере есть у лида на бфм и бф это все-таки тайминг неплохой ну и файт был конечно тут просто поставить fight recap и ты понимаешь да да конечно реально но при этом я могу сказать что по первому файту все-таки поляра выходили вперед но за счет второго файта кп компас гейминг забрали себе тысяч полторы тысячи голды и по опыту они тоже лидируют ну и по графику мы видим да что комп не по графику вас вообще все иначе поляры имеет 7000 преимущества по голде и по опыту у нас тоже в сторону поляр но не будем забывать о старой системе точнее не старой а новой системе файтов то есть если тебя срывает good like то вся твоя команда может пойти пусть купить это раскрыть кликом ну знаешь самая жесть была когда только ввели 682 это было кстати в день эксладмонского капа и вот это было жестко там просто вот ты сносишь базу типа сносишь им бараки убиваешь пятерых они байбекаются забирают четверых и они окупают байбеки еще у них по слоту прибавляется вот я понимаю кампектная дота была часто пофиксили так габлак на топе черт отменяется все-таки до поняла что там героев довольно таки много и не стал рисковать ну смотри сейчас командовый поляр есть есть дремкойл и они могут что-то делать но если этого фобос просто предпочитает отдаться просто за всю боль но они не будем забывать то или да ильдан тем временем фармит и уже у него будет почти яша и принципе до монтита тоже недалеко я думаю на 20 минут она появится если не раньше на миду проблема где-то обстревает лил и лил погибает ну это и пау он делает я думаю не успеют они нечем сбить дат-три порт банально нечем минусы пиков габлака что ты можешь сбивать телепорт какие-нибудь скилл он складал на 70 секунд и тут уже надо задумываться сбивать или подождать еще не суть так форстаф так понимаю сейчас будет делать я скандал сейчас вообще по этому покажет еще интересного появилась у кого на самом деле ничего как вот какие-то куры ты мы появились там у того же магнуса и примастер этих бренков так и все так на торт и забирает нас лучшую страну у нас дрюкал от пока и что ты пау делать пытается делать рубик но не туда было скаймат слишком жесткий прокаст 1000 урона в лицо он еще 1600 но все-таки тоже больная тема за такое столь короткое время так губ лак не спит так у нас скандал промахивается своим так сказать автобусом ну и губ лак пойдет ли он до конца и или же нет фанни же как он агрессивно играет просто чисто пол царства за баунти руну давай за ее то в таверне потраву отлично связал нет у него ультимейты это опять неоправданная агрессия понимаешь за панту хорошо играть агрессивно и наглядь когда у тебя нет эскейпа это просто подставляешься ради руны четырех героев это очень спорное решение и здесь дается шейкер и габлак то живет да 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 выживает да как-то так у нас файты происходит а ну и опять же файтер как говорит о том что полторы тысячи голды в сторону команды поляр и по опыту компас гейминг просто вот zero 0 вообще ничего вот как-то вообще просто вот ноль так ноль смотри сколько у эллидана у него и импа и батл фури просто вот больше не хочу сюда еще угры не хватает с его тоже с бафом мультикастики всякие ты мало того что бьешь быстро так еще и блин жесть там антате время уже скоро появится буквально не думаю через минуту полторы ну и появляется тот самый айтем о гореться сразу прожимается с макин и скорее всего будет выездка на фобоса и же нет позже посмотри что летит в курьере бэтрайдеру наконец-то это переворот это реальный шанс он обычно отыгрывать сыгры просто в ноль вы просто ноль смертей а тут он фидит вообще беспощадно конечно уцепляют хейтит эта игра исключением да но при этом кореец как только приобрел блинк дайон сразу успешно реализовывал реализовал точнее так мы тут габлак черч на спектру и сам получает он стал в лицо скандал уезжает как изменились графики и на самом деле очень незначительно они конечно поползли вниз но очень маленькие коэффициенты да но я думаю еще пару таких успешных файтов и там уже стоит задуматься отдаваться ли еще вот так вот или да я буду пытаться делать да есть вариант быстренько рубика нет у него маны и забирает он его с ультой так будет райдер я тебе советую не подставляться так фобос dream coils ждет и балл что взлетает нас бю мастер пиво то разложится ну и дальше что будет просто команда поляр убегает фобос фидак просто макс репост так ну или дан купил он себе ту самую манту да уже летит ему в курьере свиток и орб антимаг допустим очень жестко усиляется антимага там куча фраг ну не куча фрагов да у него 403 это отличный счет для героя который мы привыкли видеть в роли пассивного фармилы а у спектры то вот понимаешь вот ударилась спектра в этот радианс но это того не стоит потому что очень агрессивная игра идет постоянно все месяца и никак не помогает ей прессер и 3000 голды они не помогали набирать преимущество в трайвер противницы этих вот пассивных фарм фк фарм просто на тапе довольно-таки легкий фраг был для или дана дан чувствуете как дома просто заходить в чужой лес под 2 тавры забирает кого угодно и при этом несмотря на то что он уже имеет два слота у него еще и полторы тысячи на руках у него вот проблемы по трайвер есть лассо сразу вас это будет первая смерть или да надо ох вот на секунду бы раньше подоспел скандал и фобос конечно очень-очень круто они в антимага разменивают четыре четырех героев команды или не разменивают или разменивают нет все-таки разменивают героев команды компас гейминг остальные все выживают опять очень много выносит магнус но эриданта умирает эриданта дает свой стриг а стрики в этом патче как ты знаешь это очень сильно серьезно да да ну при этом 414 в 1 и так шейкер тысячи полторы у него на руках до блин даггер тоже остается буквально ну как сказать немного не саппорт это много то когда твои керри стоят афк фарм и ты просто не влез никуда не можешь выйти ты такой говорить брата блин даггера слышал да немножко пофармить так ну и на этом решили остановиться покажут еще трое три игрока команды компас гейминг у нас находится в таверне ну я думаю команда вертус про поляр будет пользоваться этой возможностью фарма не выфармливать все что есть о смотри а блин я думал чардж украл рубик думал уже вывод не может дать но нет он украл второй спелл переработанный скилл переработанную вернее ауру спиртбрекера слушать тут интересно уже наши признаки поколения быстрее двигается и не только он еще так на суд куда он делал стаки в лесу для своих героев спектра уже имеет 800 голды на руках и дорадик остается буквально немного ноут решит ли этот радик что-то в игре вот в чем вопрос решит или нет далее дам конечно чипу нет ворсу 13000 умеет и при этом только их спектра команды компас гейминг имеет 7000 так у благ на гудама летит гудам должен об этом знать дал пытается скрыться с места преступления что-то чем-то да но при этом или дан не спит или дан забирают уже второго и что бру мастер идет ли он отсюда должен забирать в рп просто представь что-то чем-то да но при этом или дан не спит или дан забирают в принципе есть уже чат от габлака конечно этот апт на температрум это нечто и габлак слезы звучит пульс просто тимвайп исполнение команды полярную что на этом я уже хотел сказать спросить кончится ли это или нет я забыл что все игроки команды компас гейминг в таверне находится некого убивать слушай на рубку успел резнуться можешь подбежать фидер феста скандал 4300 на руках это ж какие деньги он приобрел миллионер да ну или дан тоже успешный миллионер деньги не проблема бабки не проблема это точно очень любит эту фразу или дан цитировать и его проблема вообще спектрами вот такие вот будет слова но не позволяйте к сожалению спектра который снова уступает по фарму даже оффлейнер у команды выпала она не испытывает такого комфорта да те времена смотрят уже почти 200 человек к сожалению это не так много не 50000 так смотри у лила проблема могут быть если фиссура фиссура уже было и что лил не отпускает алгорец и через патинок блинки огонь и в принципе не так уж быстро но по крайней мере есть так тут черч у нас был на артезе ну гоблок решил гоблок застрял их бывает ну слава богу когда уже не такой большой и принципе можно скакать да ну или там вообще себя чувствует как дома просто фармить все что есть все леса и за ним просто бегать комфорта компас гейминг он забыл просто как его убили на этом же месте помнишь здесь вот строго его запили и он такой решил немножко освежить видео в памяти посмотрите иллюзию поднимать телекинезом в нее все вгрызают слове дают ей слоу но неожиданно сведонит просто иллюзии какие-то пацаны я бачу так ну и гем есть у горец а скорее сюда пойдут они двор дить должны я надеюсь ну и смоки у нас от гудама с горецом и должна быть какая-то выисканая она на фобоса или же скандала и они решили просто у себя на хагранде остаться а тем временем спектрак с появлением так сказать радик уже начинает что-то выфармливать ну как это сказать очень это все неспешно и я слабо себе представляю как это поможет и в драке потому что очень много дизейблов у команды а в попала и я не ну я я очень слабо представляю как будет радианс помогать он не знаю будет лила помогать убивать какого-нибудь блинк может помогать сбивать но это тоже не проблема так жаление это не надо который может все уфармливать и блин затягивать игру теремен коблок бкб у тебя приобретает уже в принципе шейкер для него не проблема и сразу у нас выезд на артеза артеза об этом еще не подозревает ну я конечно если тимать но этим ультимейтом ничего не добьется выжигать его ману или дан очень больно спектре радианс и плотности не прибавляет минусов вот именно плотностью не прибавляют но при этом не знаю так ну тут просто гонят из-за своего же леса грязь настолько жесткий что убегают соперников он еще умудряется так так зуба залетает им койл по двое это уже черч на гудама и что скандал нас откинули отсюда поднимают на ветра у нас гудама должны его быстренько сбривать до того как он расставался буквально тыченько остается и долетит ли и убьет ли да должен умирать нет выживает он на 20 п ну и губок и бежит 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 в сторону дома в сторону регена в сторону своей пышки на миде домой да но при этом то развери на бкб все-таки габлака это уже тоже немаловажно потому что все прекрасно знаем к сожалению новая бкб тебе 10 секунд на 10 секунду не даст позже этот дилетан имеет уже 5200 на руках просто блин тараску редкликом покупай слушай даже не знаю вот тут очень трудный выбор итомов по моему командам попаларь сейчас должен быть потому что денег у них немеряное количество то есть лотов они могут себе купить сколько хотят осталось только выбора что за салты это будут блин путем нас закрывает глаза и так думаешь куда-то куда-то я покупаю супер башен да так у нас видели лида в принципе битрайдер имеет еще кулдаун своего лассо ну и я думаю не будет он все-таки запрыгивать сейчас посмотрим вот это состояние на около рошана сейчас это состояние на реке ну а что-то вылиться но выливается венциант со стороны битрайдера он цепляет лил это минус лил но гуддам гуддам укоротил просто покорил этого габлака хихих да 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 укоротил этого бешеного быка я бы сказала так ну и будут пытаться забирать рошана а при этом эллидан то смотри что творит на топе то а какой хитрый парень забревает по-моему потихоньку с высечку уже пол хп он снес всего лишь за один заход о боже мой он еще и на развороте просто убивает шейкера на самом деле это реально больно так я чуть дизморалит ты пытаешься засевить в общем посмотри как больно афонину как его много ман выжигает эллидан но успевает он разложиться очень вовремя буквально вот еще секунда еще одна тычка эллидана он бы не разложился ультует здесь спектран избивает тагер скандалу поднимает его панда ветра но драку все равно явно не в пользу компас гейминг здесь пребывается фобос дает рп скандал всех панда успевает поймать в рп и сейчас полосу откатывается патрайдера но я не думаю что это каким то образом поможет кпг выиграть драку это просто оттянет момент поражения для них это гг я думаю для команды компас гейминг тут уже особо делать нечего потому что по графику мы видим что поляры имеют 20000 голды по преимуществу и по опыту да все я понял потому что посмотреть на тот же нетвордс и сравнить обоих хери команд просто вот ну как тебе сказать стоит ли это сравнивать вообще сравнимые ли это величины просто можно сказать спектра не герой и все что он нормально ого годдаме залитает годдаме ооооо ггп ист горец да ну что в принципе он как то вот в такой вот игре элидама свою любимую герою не изруинил игру это факт то есть уже все нормально Смотри, очень круто, по-моему, тут отыгрывают и Лидан, и Скандал, все по одному разу они умерли. Фобос по Сфидонил, конечно, да-да-да. Но в любом случае рекорды Лила по фиду ему не побить, поэтому все под контролем. А что за рекорд у него там было? Нет, ну рекорд точно я его не назову, но к тому, что Лила умер больше всех. Так обычно бывает.